Патриотизм Здравствуйте! Я Ива Афонская, филолог, литератор, поэтесса и художница. Я продолжаю в этом выпуске тему, которой были посвящены несколько предыдущих выпусков, а именно тему патриотизма. Концидент России Владимир Путин, как известно, внес предложение ввести в Россию национальную идею. И этой идеей сделать патриотизм. При этом он предлагает понимать патриотизм как желание процветания и развития своей страны. С виду кажется на первый взгляд, что все правильно, кто же будет с этим спорить. Но на самом деле здесь скрыт подводный камень. А состоит он в том, что предлагается понимать патриотизм как желание процветания страны, а не народа. Вы спросите, а разве это не одно и то же? А вот нет, не одно и то же. В традициях коммунистического советского государства, советской идеологии, которую и продолжает Путин, было приоритет государства над человеком, государства над народом, общественного над личным. В советском обществе человек существовал для государства, в то время как в западном обществе все наоборот. Там государство существует для человека. Это их главное отличие. В коммунистическом советском обществе человек должен был подчиняться интересам государства. Человек становится только винтиком, слугой государства. И эта идеология обосновывалась патриотизмом, любовью к своей стране, одождествляемой с государством. Поэтому целью является благо страны, а человек должен служить своей стране и ее благу, а следовательно государству. И если надо, жертвовать собой ради них. Народу внушался принцип любви к Отечеству и служения ему. А интересы и блага человека никого не интересовали. И ими жертвовали. Их нарушали, якобы во имя блага страны и государства. Этим оправдывались и голодоморы, и репрессии, и постоянная нищета народа, существовавшая все время советской истории вплоть до сегодняшнего дня. Потому что советская история не кончилась. Мы живем сейчас в постсоветском обществе, выросшем из него. Как результат, там, где политика общества направлена на благо государства, а не человека, для блага человека и народа ничего не делается, человеке не заботится, и он живет плохо, и народ живет плохо. Это было в советское время, это продолжается и сейчас. В западной цивилизации все наоборот. Там приоритет человека, его благо, его интересов на первом месте. Но парадокс истории в том, что там, где приоритет человек и благо человека, там и благо страны достигается само собой. Там и вся страна живет и развивается хорошо, и становится развитой, благополучной и процветающей. Как мы видим это на примере развитых стран. И это неудивительно. Страна-то не абстрактное понятие. Она состоит из народа, а народ, в свою очередь, состоит из отдельных людей. И потому забота о человеке становится заботой о народе и заботой о стране. А там, где целью является благо страны, государства, а не человека. И человек должен служить стране и государству, а не оно ему. Там-то нет благо ни для кого. Ни для человека, ни для народа, и ни для страны. Страна приходит в упадок, разруху и нищету. Наживаются и обогащаются в таком обществе только правящие верхушка, захватившая власть. Чиновники, которые, внушая народу необходимость, заботятся о благе государства и страны, набивают свои карманы. И все кончается их личным процветанием. А процветание страны не происходит. Цель общества, поставленная как процветание страны, на самом деле приводит только к процветанию правящей верхушки, прикрывающей свое обогащение за счет народа этим лозунгом. Но не приводит к процветанию и развитию самой страны. И все происходит по известному принципу. Патриотизм прибежища негодяя. Происходит то, что писал Толстой, что идея патриотизма используется правительством для укрепления своей власти над народом и достижения своих корыстных целей. По теме патриотизма можно еще многое сказать. Поэтому продолжение следует. Что нужно делать, чтобы это было не так, чтобы это было иначе, во благо страны и народа? Прежде всего, изменить основу построения государства. Чтобы не человек был для государства, а государство для человека. Чтобы не человек служил государству, а государство служило человеку. Снимать понимание патриотизма и понимать его не так, как его понимает господин Путин. И цель государственной политики должны пониматься как стремление к благу и процветанию человека и народа, к приоритету его интересов, а не абстрактное благо процветания страны и государства. Страна состоит из людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...